В Беларуси восстанавливают леса, которые пострадали от жука-караеда. Сосны и ели теперь выращивают в специальных теплицах с климат-контролем, автоматическим поливом и системой проветривания. Как работает лесной инкубатор, увидела Ольга Баранова. Новинка и уже гордость Любинского лесхоза – тепличный комплекс. В стране таких единиц и за температурой воздуха и влажностью почвы следит автоматика. При необходимости запускается система вентиляции, равномерный и качественный полив. Здесь есть возможность проводить подкормки, обработки. Вот это пульт управления, который для полива на рампу. Здесь мы можем менять скорость движения рампы. Она может поливать побольше, на один квадратный метр воды выливаться, а можно сделать меньше. Будущие сосны и ели зарождаются в специальных кассетах. Эту технологию переняли у финнов. Через несколько месяцев ростки высаживают в открытый грунт, чтобы привыкли к климатическим условиям. И только потом окрепшие саженцы отправляют в лес. Используя такой метод, за год можно вырастить сотни тысяч деревьев. И смещать сроки их высадки из-за плохой погоды теперь не придется. Вот сравните. Это сосна обыкновенная. Ее начали выращивать здесь. Всходы одинаковые. А это ель. Ее принесли уже из другой теплицы. И говорить о равномерности не приходится. Оборудование дорогое. Более 70 тысяч долларов. Когда теплица себя окупит, экономистам посчитать сложно. Но такие вложения – необходимость. От этого зависит будущее леса Беларуси. Только с начала года в Любинском лесхозе вынуждено вырубили более тысячи гектаров. Основная проблема, как и прошлый год, на территории Любинской лесхозы – это усыхание хвойных насаждений. Если сравнить прошлый год, интенсивность усыхания сосны несколько снизилась по сравнению с прошлым годом. Но усыхание еловых насаждений увеличилось в два раза. А виноват во всем жук-караед. Чтобы компенсировать потери, дважды в год в лесах высаживают новые деревья. По одному за каждое вырубленное. Рядом с хвойными добавляют лиственные. Такие насаждения более устойчивы к паразитам. По прогнозам, через несколько десятилетий в Беларуси будут преимущественно смешанные леса. Ольга Баранова, Игорь Синюта, МИР24. Чтобы из тепличных семян вырос настоящий лес, должно пройти от 80 до 100 лет.